Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 4 июня. И, как всегда, по понедельникам, напоминаю, мы проведем вебинар, на котором разберем каждый из инструментов более подробно. Вебинар проходит, как всегда, на нашем YouTube-канале в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге. Чтобы его не пропустить, не забудьте подписаться на YouTube-канал Admiral Markets и нажать на колокольчик, чтобы получить уведомление за 30 минут до начала. Ну и также напоминаю, что если вам нравится данное видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы, ваше предложение писать в комментариях. Ну а мы начнем, как всегда, с пары евро-доллара. По паре евро-доллар в пятницу мы не увидели обновления локальных максимумов. Вместо этого были попытки уйти ниже уровня минимальных значений, которые были 31 мая зафиксированы по цене 1.16.41. Как раз на выходе данных по количеству насозданных рабочих мест. Но далее цена отбилась от уровня 1.16.16 и вернулась примерно к минимальным ценам 31 мая. На текущий момент тенденция восходящая по данной паре сохраняется в том случае, если евро-доллар сможет обновить локальный максимум, то есть уйти выше максимума в пятницу и четверга, то в этом случае мы получим подтверждение сохранения восходящей тенденции. Альтернативный сценарий произведет в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.16.17. После этого мы будем ожидать начала вновь нисходящей тенденции по паре евро-доллар с целью на 1.15 и 1.14 соответственно. По паре британский фунт и американский доллар сегодня с утра мы видим торговлю уже выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, что в свою очередь подтверждает на текущий момент сохранение восходящей тенденции. Цель роста это область 1.35.34 и далее на 1.36.57. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальные значения, которые также в пятницу были зафиксированы по цене 1.35.20, 1.32.52. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По паре американский доллар и канадский доллар на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это уход ниже минимальные значения 31 мая, затем движение по направлению на 1.27.06. Ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент оставляем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.30 ровно. По паре американский доллар и японская иена сохраняется тенденция восходящая. Ближайшие цели роста это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы по цене 1.109.74. Максимальные значения, которые мы видели 25, 28 мая и соответственно также в пятницу. Если доллар и яна уходят выше данных уровней, то открываются предпосылки роста на 1.1165. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 31 мая по цене 1.108.39. По паре австралийский доллар и американский доллар продолжается тенденция восходящая. Цели роста следующие это область 7703. Ну а ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на минимальных значениях, которые также были в пятницу зафиксированы по цене 0.7513. Пара евро-фунт в пятницу смогла преодолеть минимальные значения, которые были зафиксированы 31 мая в области 87.55, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает в фазу нисходящего движения по данному активу. Цели снижения это область 86.96, минимальное значение, которое мы видели 29.30 мая и затем движение на 86.72. Ближайший разворотный уровень по нисходящей формации находится в области максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Это цена на отметке 88.08. Золото на текущий момент делает попытки возобновления нисходящего движения. В пятницу мы не увидели обновления локальных максимумов и сегодня уже торгуемся ниже минимумов, которые были зафиксированы 31 мая, 30 и, соответственно, 29. Тенденция может перерасти в нисходящую, но для подтверждения нам необходимо увидеть уход ниже минимумов. В пятницу это отметка 1289. Если золото уходит ниже данного уровня, то открываются предпосылки на снижение в область 1278. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальных значений, которые были зафиксированы 31 мая по цене 1307. Нефть марки Brent делает попытки вновь перейти в фазу нисходящего движения. В пятницу мы смогли закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы 31 мая. И данная формация дает нам предпосылки на начало нисходящего движения по данному активу с целями снижения до 74.67. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока нефть марки Brent торгуется ниже уровня 7708, максимум, который был зафиксирован в пятницу. По индексу DAX мы видим предпосылки возобновления роста. Сегодня мы торгуемся уже выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Но для подтверждения нам нужно увидеть закрепление выше уровня 12800. И в этом случае уже можно рассматривать вновь покупки по данному активу с целями роста до 13285. В свою очередь, если индекс DAX уходит ниже минимумов, которые были зафиксированы 31 и 29 мая, то в этом случае мы получаем подтверждение нисходящей тенденции по данному активу. По биткоину на текущий момент сохраняется тенденция восходящая. Напомню, она началась у нас на прошлой неделе. Но сейчас мы видим торговлю вблизи минимальных значений, которые были 3 мая зафиксированы. Минимальные значения по биткоину составляли вчера воскресенье 7552 доллара за один биткоин. В том случае, если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятно увидим еще одну волну коррекции по данному активу с предполагаемыми целями снижения до 7048. Но обновление локальных максимумов подтвердит настрой восходящего движения по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся сегодня вечером в 18.30 на нашем YouTube-канале. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok